Поэтами рождаются, а ораторами становятся Марк Тулей Цицерон. Меня зовут Екатерина Землянова, и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшнего выпуска – ораторское искусство. Чем хороший оратор отличается от посредственного? Как преодолеть страх публичных выступлений и зачем это нужно? Поговорить об этом к нам сегодня пришел Константин Барнеман – сооснователь школы публичных выступлений Барнеман. Здравствуй, Костя! Привет! И первый вопрос, который я хочу у тебя спросить – расскажи, пожалуйста, о своем становлении как оратора, да? То есть с чего ты начинал, как ты сам обучался и как осознал себя, что вот, да, я хороший оратор. Да, слушай, все началось еще со школы. Но я помню свое первое выступление. Я тогда, девятиклассник, выиграл Олимпиаду по химии. А если ты помнишь, была такая в 90-е годы программа «Звездный час» и все закончилось тем, что я, ну, по моим ощущениям, долго, ну, внешне так секунд 15-20, и я молчал, а потом просто заплакал и убежал. То есть я вообще не сказал ровно ни одного слова. Еще слезы. И все, и на следующий день я вообще, я даже в школу не хотел идти, потому что, ну, это, блин, думаю, ну, это прям какой-то трэш. И потом мне классная руководительница моя сказала, что «Кость, ну, все, вот все твои переживания, они у тебя в голове. Мы тебя любим, и мы тобой гордимся, потому что ты вообще это сделал». И вот мне все в школе про это говорили. Но тогда я и подумал о том, что, в общем-то, вот этот, как я тогда считал, провал – это такая определенная точка роста. Но сейчас такой умный весь прокачанный точка роста. Понятно, тогда я про это сроду не думал, но я решил попробовать, что можно с этим сделать. И все началось с того, что классная руководительница и учитель русского языка и литературы давали мне определенные задания, и каждый раз меня вызывали к доске. Каждый раз меня вызывали к доске. И я каждый раз перед одноклассниками выступал. Потом у нас был, я помню, в десятом классе большой литературный вечер, и меня попросили его провести. То есть там надо было и стихи учить, и прозу учить, еще и как-то все дело проводить. Ну, понятное дело, по сценарию, но тем не менее. И вот тогда это мне понравилось. Одиннадцатый класс я провел в выпускной у нас в школе сам. Потом появился КВН наш студенческий, учился в педагогическом университете на историческом факультете. С благодарностью до сих пор благодарю Аркадия Васильевича Контьева, который нас прям и сценически, и актерски очень сильно поднял, и театрально в том числе, и интеллектуально. Любовь к городу Барнаул, это у меня от него. То есть я благодаря Аркадию Васильевичу полюбил наш город. Ну, а затем после вуза, как ты знаешь, так получилось, я устроился работать на радио. То есть, по сути, вот эта вот история, связанная с словами, с риторикой, она на протяжении всей моей жизни, начиная со школы, присутствовала. И уже лет шесть назад, когда встал вопрос о завершении истории с радио, я и подумал о том, что было бы неплохо учить людей выступать публично. Тем более, на тот момент такая была интересная, востребованная история. И вот так как-то пошло-поехало. Мы с супругой организовали проект под названием «Школа публичных выступлений», который до сих пор такой растет, трансформируется, как-то развивается. Скажи, пожалуйста, вот я понимаю, зачем ведущим, педагогам, да, ораторское искусство, а людям не публичных профессий, по твоему мнению, нужно ли прокачивать этот навык? Есть ли вообще запрос такой среди них? Есть. Но вообще любая коммуникация, она публичная. Пусть даже интервью, да, пусть даже продажа, пусть даже разговор с близкими людьми, анекдот рассказать друзьям, на свадьбе тост сказать, вообще беда и ужас. Все трясутся практически, краснеют, потеют, бледнеют. Это все публичное выступление. В 21 веке с развитием онлайна даже запись стори – это тоже публичное выступление. То есть сейчас публичные выступления, как таковые, ушли в сторону публичной коммуникации. Там, где я взаимодействую, коммуницирую, общаюсь – это, по сути, и есть публичное выступление. Потому что там я себя презентую как специалиста, как хорошего мужа, как хорошего надежного товарища, как классного руководителя, там, эксперта и так далее, и так далее. Поэтому этот навык, да, он нужен и он востребован. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя в жизни какая-то история, когда твое умение хорошо, классно говорить тебя выручило или как-то вот помогло тебе в каком-то вот, ну, непрофессиональном контексте, а вот просто в жизни нам в каком-то таком мирском, бытовом? Собрание ТСЖ. Так. Ну, мы просто там жильцы, вот, и этот бедный председатель, ну, на нее просто все навалились. Просто все прям-прям навалились. И она пыталась как-то, знаешь, ушла в защиту. Когда мы уходим в защиту, чаще всего это агрессия, да, такая, ну, бей-беги-замри. Три такие самые распространенные версии. Она ушла в защиту, стала, ну, нападать, вот, и, а тут она одна, представляешь, мне так жалко ее стало, и я так взял слово, поднял руку, гаркнул, говорю, ребят. И прямо сказал, говорю, ну, вот смотрите, одна председатель ТСЖ, вы сами ее наделили полномочиями, мы сами ее наделили полномочиями. И мы сейчас сидим, и как собаки на нее, она одна против нас всей толпы. Давайте уже как-то конструктивно будем. Задавайте вопросы по делу. Если председатель знает ответ, она ответит. Если нет, давайте как-то коллегиально решать. Ну и все прям, и знаешь, все так подуспокоились. Но это было круто. Вот смотри, получается, было много-много людей, но вступился, грубо говоря, за нее ты, потому что ты знал, как. У тебя был этот инструмент, ораторское искусство, да, и ты мог завладеть вниманием толпы. Ну да. А что вообще вот в норме, ну, как бы чаще всего встречается? Какие препятствия между вот человеком и его выступлением, грубо говоря, успешным, сильным? Кать, страх. 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 Причем даже есть, ну, сейчас даже сколько не про страх, просто есть реально категория людей, которым это не надо. Угу. Ну, правда не надо. То есть нет мотивации. Нет мотивации, в принципе, им это особо не надо. А с другой стороны есть страх. Угу. Вот есть страх, вот это страх, который тебя прям останавливает, и ты… А рождается же он либо от отсутствия опыта, либо негативный опыт какой-то был, который потом на человеке долгое время сказывается. Вот как у тебя в детстве. Как у меня в детстве, да, было. Угу. И какой-то, знаешь, такой чудодейственной таблетки здесь нету. Угу. То есть была бы какая-нибудь пилюля прикольная, там стакан, глоток воды сделал, ура, хе-хей, пойду там рвать. Нет, такого нету. Угу. Но действия, то есть надо делать, надо делать. Страх, его можно трансформировать. Это же наш защитный механизм. Угу. И он прям природой встроен. Потому что если вообще посмотреть устройство нашего мозга, ведь самый древний – это рептильный, да, ретикулярная система, рептильный мозг. Ему, мама моя дорогая, это дед, покрытый мхом или шайником. Ему сто миллионов лет. Ну, просто даже вдуматься. Я порой думаю об этом, сто миллионов лет, это вообще… И вот он где-то вот здесь сидит, в темноте, он общается с миром только через эмоциональный мозг, да, и ему там… То есть через эмоции, и он впитывает все эмоции, а чаще всего это негативные эмоции. Угу. Потому что главная защита, главная функция нашего мозга – это защита нас от неприятных последствий. И то есть он не пускает нас публично выступать, чтобы нас защитить? Да, не пускает, но с ним можно договориться. И поэтому, знаешь, вот эта первая реакция всегда – Константин Александрович, вам надо завтра презентовать наш завод перед партнерами из Москвы. Ну и хорошо, да, если я там… Ну, как-то у меня это менее болезненно проходит, а бывает же до спазмов. То есть включается ретикулярная система, тут же подрубается гормональная система, и все, у тебя выхлопы пошли, норадреналин тебя… И ты такой… Так вот тут все спазмируется. Угу. Самое, что интересно бывает, что человек преодолевает себя внутренне, да, там, я же могу, я же там, ну не знаю, я же… У меня же свадьба, у меня ведущий предоставил слово, я же жених, надо сказать, я это сделаю. И все равно будет это будет… Дорогие гости… Вот это все появляется. И такой весь напряженный становишься. Поэтому вот страх, он, с одной стороны, нас защищает от того, что непонятно. Я не знаю, как там, я никогда в жизни не выступал, да. А если был негативный опыт, то… Здрасте, добро пожаловать, что-то мне опять это все испытывать. С какой стать? И очень много людей, классных, крутых, совершенно невероятных, просто не предъявляют себя этому миру, не говоря о том, какие они крутые, потому что страшно. Угу. Что же делать с этим страхом? Как его преодолевать? Преодолевать… Преодолевать… Ну, много… Просто идти в опыт в этот? Ну, если… Просто идти… Вот, знаешь… Идти в опыт. Если не можешь, тогда надо разбираться там, смотреть. Это там, скорее всего, к психиатру. Угу. Потому что бывают же всякие разные истории. Вот пример, прям живой кейс. Человек был на конкурсе песенном, потрясающие голосовые данные, поет великолепно. Все данные для того, чтобы он занял первое место, но жюри ему дает негативную обратную связь. Угу. И он закрывается, он занимает второе место, и он просто закрывается. А… И тут же… Вот этот дед, рептильный мозг, он такой говорит, ну, я ж тебе говорил. Ну, я ж тебе говорю, куда ты? Вот куда ты? Я ж говорил, что все будет плохо. Та-та-та… И прям человек закрылся. Закрылся. И для него теперь публичное выступление – это прям проблема. Он… Все, он не может выйти из этой коробочки. И тут уже… Здесь уже психиатр. Только психиатр. То есть проработать эту травму? Проработать… Да. Умница. Это классное слово. Проработать травму, и только после этого он что-то сможет сделать. Угу. А бывает просто такое, знаешь, сам придумал, сам поверил. Наш же мозг, он не отличает реальное от нереального. Ему вообще фиолетово все. В каком-то смысле. Но я поверил, что это страшно, и я живу в том, что страшно. А этого даже еще нету. Ну, просто нету даже. Это, знаешь, страх ошибки, страх признания, страх оценки. Так, давай еще какие есть. Это же очень интересно. Давай их всех назовем. Всех демонов, знаешь, когда имя даешь, они перестают. Тут, знаешь, мне больше нравится термин «гремлины». Гремлины, хорошо. Да, «гремлин» – такой термин из коучинга. Страх ошибки, страх признания, страх оценки. А можешь чуть-чуть раскрыть? Потому что это не очень понятно. Страх признания. Страх признания. Признание – это что-то хорошее. Да, признание – это что-то хорошее. Но у меня никогда в жизни его не было. Я не знаю, что такое быть. А, как неведомое. Да. Я не знаю, что такое быть звездой. Ну, звездой там, условно, да. Я не знаю, что такое быть популярным. Именно поэтому, ну, че, вот я запишу эту историю, выставлю, ну, че, кому он нужен? Что обязательно же мне там знакомый позвонит, скажет, Костян, и ты туда же полез? Че ты? Как Бузова. Тоже блогер. Тьфу на тебя. Иди бы на завод бы шел работать. И вот это все. Вот оно признание. Поэтому я не выставляю. Страх совершить ошибку – это что-то забыть. Это что-то не так сказать. Это даже сейчас, даже как в нашем с тобой случае, вот так вот согнуться тоже. Ну, это же неправильно на камеру так делать, да? Вот. Страх что-то забыть. Страх оценки, да? Как меня будут оценивать? Угу. Вот я сейчас весь такой вышел, да? А на меня же все смотрят. А это же страшно, когда на тебя все смотрят. Да. Это же, понимаешь, это же все, все же пришли такие, так, выступает Барниман или Катя. Угу. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Упади, упади. Да, диктофончик включим, все эти косички словесные запишем. Тут же у меня еще с тобой здесь 4 помидора, здесь 17 тухлых яиц. Еще огурцы я принес, ну так вот, знаешь, чтобы пожамкать, еще в тебя покидать. Ну, у нас же мозг так работает. Представляешь, и самое это угарное, что мы в это верим. И мы в это верим. Еще есть банально страх людей. Угу. Огромное количество людей сейчас живут в своих коробочках, да, в своем каком-то виртуальном мире. Скоро нами, Илон Маск говорит, скоро нами у нас будут везде метавселенные, там Сукерберг его поддерживает, он создают до сих пор метавселенные, расхлебать не могут все эти метавселенные. И вот люди живут в этих метавселенных. И представь, вот ему тяжело из этой своей метавселенной вылазить, ему надо выйти в социум. И сколько же есть мемов на эту тему, интернет-мемов. Когда собрался выйти из подъезда, но услышал соседей, да, и уходите, пожалуйста, я не хочу с вами социализировать, да, вот это вот. Страх социализироваться, да, то есть страх войти в общество, стать какой-то частью общества, это тоже, ну, прям. Также вот я много мероприятий провожу, да, в том числе и свадьбы. И это прям вообще, знаешь, как видно. Когда прям недавно проводил мероприятие, ко мне подошел один гость и сказал, Константин, не надо меня трогать. Я вот посижу. Тихонечко. 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 Молодых поздравлю. Вот не лезьте ко мне. Вот когда вот эта вся история начнется с поздравлений, даже до такого доходит. А это какая-то, это новая тенденция или оно всегда такое было? Слушай, оно было всегда, но только в этом, в 21 веке она стала, на мой взгляд, такая более очевидной, что ли, более заметной. А еще выросло поколение, на мой взгляд, это лишь мое мнение, но я думаю, его специалисты некоторые поддерживают, специалисты, которые занимаются поколенческими историями. Выросли люди, забитые мамами. Выросли люди, забитые папами. И там до такой степени неверие в самого себя, потому что это бесконечное кноканье, да, ты должен, ты обязан, ты должен, ты обязан, а вот сын маминой подруги. Да, да, да. А вот это, это же все с детства идет. И, представляешь, вырастает такой, ну, 18-летний человек, который не верит в себя вообще. А ему говоришь, там, на занятиях нашей школы. Наша школа – это больше, чем публичное выступление, то, что мы вот с этой фигней работаем. Ой, я это сказал вслух. Вот с этой ерундой, которая в голове живет, да, работаем. Ага. И вот такому человеку говоришь, ты классный, ты крутой, ну, представляешь, человек пишет книгу, ему 19 лет, он книгу написал. Обалдеть. Он написал книгу. Ты вообще, я ему говорю, ты представляешь, что вот ты один из тысячи, кто просто здесь написал книгу. Не осознает свои ценности. Не осознает свои ценности. А не осознает, потому что, знаешь, его на занятия в школу мама привела. Мама привела за ручку. Ему это надо. Да. А потом на собеседование. Вот. Я у него спрашиваю, говорю, а тебе это надо? Ну да. То есть мнения нет своего. А почему надо? Потому что мама сказала. Угу. И это тоже большущая проблема публичная. Эти люди, причем они понимают, что им надо выступать. Угу. Они понимают, что им надо коммуницировать. Угу. Но очень сложно. Я не верю. До такой степени люди в себя не верят. Угу. Это вот еще одна такая, на мой взгляд, это страх вот это отсутствие веры в себя. Это тоже страх. Я боюсь себя. Да. Я боюсь себя настоящего. А какой я? Вот есть же глубинные страхи. Угу. Потому что по факту мы с тобой, ребята, которые здесь сейчас присутствуют, это мы все сплав социума, воспитания, образования. Ролевых моделей, образов, ожиданий мамы. Ролевых моделей, образов. Да. И это все нам процентов на 75 привито. Вот знаешь, чтоб ты знала, в эмоциональном мозге живут эмоции. Две из них социальные. Их не было у человека никогда. Это стыд и вина. Прикинь? Да. И мы вот на 75 процентов, мы навязанный сплав каких-то ролевых игр. И вот это такой кочан капусты. И когда его начинаешь разбирать, ё-моё, это страшно, потому что там где-то внутри кочерыжка, вот это ты настоящий. Искренний, открытый, но до такой степени. Бррррр. Вот это всё. И вот с такими вещами мы работаем. И это многих людей останавливает. Хотя мы с женой всегда говорим, все уникальные, все талантливые. В психологии часто педалируют эту тему о том, что не существует у человека недостатков, что есть просто какие-то качества, которые неуместно выражены или неадекватно выражены. Что каждый наш недостаток – это наша индивидуальность. То есть я правильно понимаю, что в ораторском искусстве тоже как бы нет такого понятия как недостаток, который надо проработать, что это тоже какая-то вот индивидуальность. Это индивидуальность, это же изюминка. Я вообще за то, чтобы в публичном выступлении мы были сами собой. Мы не роботы. Мы живые люди. Мы можем затроить. Мы можем вот так даже делать. Слова можем забыть. Мы можем какие-то слова-паразиты использовать. Ну, как дефекты речи. Дефекты, да. Это же тоже нормально. Но это же я. Это же я. А кто мне сказал, что это надо все исправлять? Это может быть изюминка моя прикольная. Да, немножко доработать ее – это круто. Это прямо изюм какой-то. Мы живые люди, а не роботы. Мы можем ошибаться. Но вот это все, что нам сверху навеяно… Ну, как же-то я вот… Да? Мне надо сначала один из частых запросов. У меня тихий голос. Я хочу, пожалуйста, научиться публично выступать, чтобы меня было слышно. Уверенный, крепкий, здоровый кабан сидит. Прям кабан. Здоровый мужик. Голос вот такой, это у меня тихенький. И мы начинаем с техники речи работать. То есть маааа, чтобы человек открывал рот. Угу. Чтобы у него воздух выходил не сквозь сжатые зубы, а чтобы ааа, вот отсюда, изо ртовой полости выходил. И многие сливаются. Потому что многим кажется, что техника речит, как такая прикольная штука. Я такой пришел, намели мы, налимы лениво ловили меня, Лена, и все, я зазвучал. Ничего подобного. Это вот надо делать. Тренироваться, тренироваться, тренироваться и тренироваться. То же самое, что прийти в спортзал. И многие сливаются. Многие сливаются, потому что не видят результата. А результат есть уже даже с первых занятий. Есть результат. Просто опять же, что там в голове? До такой степени я сам себя закнокал, задолбал, чтоб... У меня такое предположение, что если люди с глубинными такими вещами, как страхи, как зажимы, как блоки работают у вас, признайся, плачут на занятиях? Плачут. Плачут. Не все, но плачут. Угу. То есть настолько трансформация идет. Да. И это очень круто. Опять же, да, возвращаясь к этому большому глобальному мужчине, когда он зазвучал, он говорит, это я? И говорю, вот это ты. Это вот твой голос, природный, настоящий, который диафрагмует. Там столько счастья было в глазах. Класс. Но вот он... У нас ребята, которые к нам приходят, они прям такие, знаешь, собирают себя такие в кулачок. Угу. И вот прям... И идут. И у них начинает получаться. Угу. У них начинает получаться. Ну, я не в том плане, что вот я весь такой пришел напряженный, а просто там... Требуется воля. Требуется воля. Немножечко. Да, немножечко воля нужна. Угу. К сожалению, нет. Были бы эти волшебные пилюли? Ну, да. Ну, было бы неинтересно. Потому что что может слаще, чем вкус победы? А разбираться с самым... Вообще, знаешь, для меня публичное выступление это отражение того, что внутри меня происходит. Угу. Почему? Потому что в каком-то смысле это свобода. Публичное выступление. Это свобода. То есть, когда я могу себя проявить таки... Да. Да. Вот я такой, какой я есть. И я при этом классный. Я и спец крутой. Я и человек офигенный. Да. У меня есть недостатки. Да. Сейчас может кому-то показаться, что я там на себя одеваю корону. Но, ребят, это я. Да. Да, могу корону одеть. А могу и снять ее. Ну, да. Вот из этой серии. Это свобода. Если внутри какие-то зажимы, какие-то сопротивлялки, какие-то вот эти бесконечные сомнения. Он же наш мозг такой. Он же что? Вот чтобы нас с тобой от чего-то остановить, он начинает подкидывать. Угу. Сомнения пошли. Угу. И ты такой начинаешь. Вот. А что я буду выступать? Вот Катя, она на телевидении работает. Вот что бы ей не выступать? А я? А я что? Это люди маленькие. Да. Вот зачем мне это надо? Вот это сомнение, какие-то оправдания начинаются. Двенадцать форм отрицания. Есть он. Двенадцать форм отрицания. В том числе юмор. Представляешь, двенадцать форм отрицания. Интеллектуализация, рационализация, это все такое. Ну да, защита, но мы это называем отрицание. То есть, зачем мне выступать? Ну и пошло-поехало. Есть много причин, чтобы этого не делать. Например, если посмотреть статистику, то постоянно интеллектуализация, рационализация. Вот Катя, она ведущая, вот ей можно. А я-то что? Да, и так далее. Там есть еще один прикольный элемент. Перевесить с больной головы на здоровую. Пусть Маша выступает. Пусть Маша выступает. Она всегда все... Или она, или я. Ну, ребят, вы посмотрите. Хо-хо-хо. И вот это нас все останавливает. И когда мы с этим начинаем работать, то да, идет сопротивление. Включается сопротивление. Многие люди не доходят до конца. Я сторонник того, чтобы людей доводить до результата. И это не всегда приятно. Для самого человека. Но оно того стоит. Да. Потому что я, например, когда учился, у нас, помню, я учился в Москве, у нас первое занятие было рассказать про себя. А я, знаешь, такой приехал, такой радио-диджей с Барнаула. Кроссовочки, джинсики еще, знаешь, весь такой вот. Ну, типа звезда же местная такая. Эй, вот такой, с короной вот такенной на голове. А там ребята учились, предприниматели, в большей степени. В костюмах, в часах, такие, знаешь. И они стали представляться. И я такой сижу, слушаю их. И я все ниже и ниже вот туда опускаюсь. Думаю, ё, куда я? А там владельцы пароходов и самолетов. И там у них, да, у них там куча. И я такой. И они, главное, почти все из Москвы. Москва, Питер, Нижний Новгород. И я такой. Все ниже, 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 ниже. И как. А я работал на радио. Мне-то казалось, что я разговаривать умею. И когда до меня слово дошло, я как в девятом классе. Я в радио диджей, как город Барнаула, алтайский кайп. Красный, как сейчас помню. Красный, потный. Представляешь, у меня аж руки дрожали. Яр человек, который проводит мероприятия и свадьбы. Все, и я стоял вот такой. Пипец. Это вот это, знаешь, это был самому себе потом. Я не хотел идти на второй день, честно. Я уже собрал чемоданы и хотел вызвать такси, уехать. Не хотел, потому что мне было очень стремно. Но я сам себе сказал, слушай, ну это же клево, Костян. С такими клевыми ребятами, стопудово у них можно чему-то интересному научиться. Ну и второй день пришел, и в итоге закончилось тем, что из большой группы в 27 человек мы только пятеро дошли до финала. Ничего себе, на этот процент. И выступали мы на 7-тысячную аудиторию. 7 тысяч человек, и это вообще была просто пушка. Не знаю, я такого адреналина в жизни испытывал один раз только, когда с парашютом прыгал. Вот те же самые эмоции, те же самые ощущения. И вот я там на сцене стоял. Поэтому, когда мне говорят, Костя, ты боишься публично выступать? Я говорю, нет. После 7 тысяч человек абсолютно нет. Ну 30 человек совсем не страшно. Совсем, да-да-да. Я прочитала в какой-то статье или книге, уж не помню, что отношение между оратором и аудиторией, это как отношение между мужчиной и женщиной. Что вот оратор, он как-то соблазняет, очаровывает, как-то вот с ней, в общем, таким образом коммуницирует. Как тебе эта точка зрения и что делать оратору, чтобы вот очаровать, увлечь, завлечь аудиторию? Слушай, метафора классная, сравнение мужчины и женщины – это круто. Потому что аудитория – это действительно женщина, с которой имеет смысл… Пофлиртовать. Пофлиртовать, да. Заигрывать нет, потому что аудитория дама – дама, и она очень хорошо считывает, где правда, а где ложь. Вот. И, соответственно, здесь с ней, да, можно пофлиртовать. А что такое флирт с аудиторией? Да, это увлечь в процесс ее, вовлечь ее в процесс своего выступления, заинтересовать, объяснить для чего, подтвердить сказанное и сделать какой-то вывод. Каким-то образом зафиналиться. И вот, и в этом, и этому я тоже учился и до сих пор продолжаю учиться, и мы эти вещи с ребятами прорабатываем на занятиях. А вот, если что-то вот одно выделить, самое главное в подготовке к выступлению, потому что выступление же там много этапов, и подготовка тоже часть его. Вот самое главное для тебя, как ты думаешь, что? Самое главное – это репетиция. Я считаю, это мое мнение. Репетиция, потому что есть план, да, я за то, чтобы этот план всегда был тезисным, потому что все равно здесь основная полуинформация здесь в голове. И затем его важно прорепетировать. То есть вот я, например, когда готовлюсь к большим выступлениям, у меня есть в голове все равно план. Я выгружаю его на бумагу, причем выгружаю его в виде тезисов. Первое, второе. Знаешь, у меня интересная штука, я рисую всякие кружки, треугольники, вот это все рисую. Вот. Потом пишу какие-то ключевые две-три мысли, которые я хочу развернуть. Ну и потом их чем-то дополняю там условно какой-то статистикой, возможно, какими-то данными исследованиями, какими-то интересными фактами, какими-то кейсами, примерами. И после этого беру листок и репетирую. Прям хожу и репетирую от начала и до конца. И когда я это… Заметь, я не учу наизусть. То есть нас так в школе научили все это писать тексты, распечатывать, потом учить. А я за то, чтобы вот тезисно все записать, потому что все равно большой пул информации здесь в голове. Я же готовился. То есть я там что-то нашел, здесь что-то нашел, сюда что-то подставил, все это сделал, скомпоновал в виде плана. Короткого прямо вот такого чаще всего плана. Вот надо мной супруга смеется и говорит, что у тебя за каракули, что это за кружки, я говорю, это мое выступление. Она говорит, на три часа, я говорю, на три часа, да. И потом я выхожу и репетирую. И репетирую до тех пор, пока, знаешь, какая-то… Вот внутри лично у меня возникает такая… О, вот оно, вот оно. Потому что, как у меня отец танкист, и мне всегда папа говорил, сын, поверь, первые три выстрела всегда пристрелочные. Вот, и поэтому я раз репетирую, два репетирую, три, я, знаешь, такой, грубо говоря, прикрадаюсь к своему выступлению, пытаюсь там что-то в нем отыскать. А четвертый, пятый, шестой уже закрепляющий, там все хорошо. Где-то на это у меня час-полтора уходит. Угу. Это уже быстро. И в данном случае слова спикера, которого ты процитировала из его же книги, я этот… использовал этот ход. У нас рядом с домом стадион, когда какое-то важное прям мероприятие, выступление, я прям хожу по стадиону и вот там проговариваю там все, прям проговариваю. Вот, и тогда я запоминаю. Давай что-нибудь нашим зрителям порекомендуем, то есть мы всегда каждого спикера просим что-то рассказать, порекомендовать книгу, фильм, может быть каких-то ораторов, у которых учиться можно. Я вот, например, не знаю, мне кажется, лучшие спикеры, ораторы, у которых можно учиться, это протестантские священники и лидеры сетевого маркетинга. Мне кажется, вот они как ораторы… Слушай, а я тебя полностью поддерживаю. Протестантские пастора, да, и лидеры сетевых компаний. Ну, плюс авторы собственных книг, которые ездят и очень часто выступают. В силу… Ну, у них навык просто есть. Если фильм, мой из самых любимых фильмов, это «Король говорит». Вот я его всем рекомендую, даже ученикам нашей школы, чтобы смотрели этот фильм, он клевый. Там как раз про то, как вообще человек, да, король, король проходил через все эти этапы, это классно. А если книгу почитать, там мой вариант, ну, такой бестселлер, и он им таковым останется, Радислав Гондопаско «Масута для оратора». Ну, там он прям все скомпоновал в одно единое целое, и это классно. Вот, а если там посмотреть на каких-то… Лично мне нравится Сати, как ни странно. Я обожаю этого дядьку, он так прикольно говорит, всегда с юморком, с напором, с энергией. Ну, я сам по себе такой. И мне нравится, он прям заходит. Мне нравится его слушать. А если там про забугорных спикеров говорить, то Тони Робинс. Он очень мощный такой, он сам по себе мощный, да, и у него подача такая мощная, сильная. Скажите «да». Да, у него это постоянно. Скажите «да». Три раза сказанное «да» тебя уже приведет к успеху. Хитро, хитро. Но это же манипуляция с нашим мозгом. Но хорошая манипуляция. Не стыдно манипулировать, стыдно делать это плохо. Да, вот так. Поэтому выступайте, выступайте, еще раз выступайте. И последний вопрос. Вот иногда смотришь на спикера, вот он все делает правильно. Он там делает паузы, у него хорошо поставленная речь. А вот все равно смотришь, вот делает все правильно, а не то. А бывает, что человек нарушил все правила публичного выступления. Ну, как бы ты смотришь и думаешь, боже, это прекрасно. Как ты думаешь, в чем разница вот в какой-то вот глубинной сути классного оратора? Вот не по форме, не по как бы вот картинке-обертке, а вот по какой-то сути. Как ты думаешь, чем хороший оратор от посредственного отличается? У хорошего оратора всегда есть харизма. Что это? Харизма, да, это вот наша внутренняя энергия, это наша внутренняя сила, которая транслируется на аудиторию. А рождается харизма от уверенности. Трансформируя твои слова, скажу, смотришь спикер, который уверенный в себе, вот он всегда будет заходить. Можно внешне. Помнишь, я говорил, что публичное выступление это свобода внутренняя. Я могу быть внутри зажатым, да, но я могу одеть костюм хорошего спикера на себя. Это держать руки, это держать голову, осанку, паузы и даже совершенно шикарный материал выдавать. Но внутри-то я вот такой аудитории, это давай вспоминать, это женщина, которая все-таки чувствует, она чувствует. Ты как девочка, ты пойдешь, ты как девочка клюнешь на мужчину, который уверен в себе. Возможно на обертку, но очень быстро ты раскусишь, что там кроме обертки нету ничего. И в публичном выступлении также. Потому что это же прям, ну это коммуникация. Я разговариваю с людьми и если у меня внутри весь такой, весь такой, да, то и люди это чувствуют, считают это. Можно быть супер профессионалом, но если внутри нет свободы, аудитория это чувствует. А можно выйти руку в карманы, и этого человека все запомнят. Просто в силу того, что у него харизма такая невероятная. Да, класс. И в завершение там, если сказать, развивайте в себе, ребята, уверенность. Будет. Вот будете уверенными в себе и все будет. И в публичных выступлениях, и в жизни, и в отношениях, и в бизнесе вообще везде. Отличное завершение. Спасибо большое, Кость, за этот эмоциональный и очень полезный, я думаю, разговор. Хочется верить, что зрители напитаются уверенностью в себе. И как минимум поймут, как преодолеть все свои страхи перед публичным выступлением. А следующая наша встреча будет посвящена отношениям с мамой. Как дополучить недополученную любовь? Что такое добаюкивание? Как отношения с мамой влияют на сценарий жизни? Об этом мы поговорим. До встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok